ты можешь вывернуть этот руль или нет? Ты че ошалел? Ты ошалел, я тебя спрашиваю. Да прям по-мужски сейчас было. Стоп, 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 стоп. Всем привет, это автошоу, в котором даже девушка может тестировать автомобиль, поэтому у нас возможно все. И наше шоу для тех, кто каждый раз пытается пошутить с кассиршей на заправке, то есть для настоящих мужчин. Ну и конечно же, сегодня в студии у нас замечательные зрители, давайте им поаплазируем. Привет, ребята! И настоящие профессионалы, эксперты, знатоки своего дела, давайте знакомиться. Эксперт номер один, человек, который гладит свою машину чаще, чем девушек. Сергей Битяев. Ну и компанию, то ли конкуренцию, то ли дружескую помощь составит ему человек, первым словом которого была машина. Ваши аплодисменты, Максим Дмитриев. И мы начинаем! Ведущие обзор шоу «Задави авторитетом» соревнуются, кто лучше сделает обзор на автомобиль по пяти основным параметрам. Им предстоит испытать машину и свое искусство вождения, после чего ведущие дадут оценку автомобилю. Побеждает тот, чья оценка ближе к мнению экспертов. Однако все может изменить бонусный балл от зрителей в студии. Кто же победит в противостоянии баллов? Скоро узнаем! И, кстати, друзья, в нашем видео мы спрятали несколько секретиков. Да, и первые три человека, которые найдут эти секретики, напишут их первыми под комментариями, в комментариях. Те получат по пять штук! Рублей? Да, прикинь! Друзья, начинайте искать полное описание конкурса под видео! Здесь, да-да-да, читайте! Ну, а в этом выпуске мы протестировали Джили Атлас. Знаете, такой гость из Азии. Хотя чаще уже говорят, что его производят в Беларуси. Так что непонятно, откуда этот родственник. Давай посмотрим, как все было на самом деле. Испытание называется «В темноте». Боишься ли ты темноты, Наташа? Если только чуть-чуть. Доверяешь ли ты тому, кто рядом с тобой? Тебе, что ли? Сейчас мы проверим. Пускай Серега садится за руль и наденет маску на глаза. Наташа занимает соседнее место пассажира и становится проводником Сергея. Из пункта А в пункт Б. Правильно! Ваша задача не сбить ни одного предмета по пути. Затем мы поменяемся местами, да, доверяй, но проверяй. Прыгай, прыгай, прыгай на пассажирское. Ты же ничего не видишь, Сергей? Нет, ничего не вижу. Так, ну что, теперь посерьезнее. Где тут заводится все? Так, давай, левее. Еще ниже. А, значит, это дай было. Значит, медленно едем. Да едь, едь, едь. А, я же не вижу, еду. Едешь, не спеши, не спеши, не спеши. Правее, 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 правее. Выворачивай, выворачивай, руль. Налево? Выворачивай, да. В какую сторону? Налево, налево. Выворачивай. Теперь, ты правда ничего не видишь? Ты хорошо ведешь прямо, молодец. Прямо. Стоп, стоп, стоп. Ты человека чуть не задавил. Ты вообще смотришь, куда ты прешь? Честно говоря. Ты что, повязку на голову надел? У меня стресс. Прямо едь. Нет, стой. Теперь нам надо развернуться. О, теперь направо. Скажи мне, как вот я, если навигатор буду озвучивать, не буду ли я людей раздражать? Ну, честно, тебе право сказать. Да ты можешь вывернуть этот руль или нет? Он вывернут на максимум. Наташенька. Лево, лево, лево. Выворачивай, выворачивай. Лево, руля, лево, руля, лево, руля. Лавируй, лево. Стоп, стоп, стоп. Чуток правее. Правее, Сереж. Да, да. Чувствуй. Стоп. А теперь налево выворачивай. Короче, если выбирать... Чувствуй, выворачивай, 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 выворачивай. Тормози, тормози, вы приехали. Нет. Ты не допустил ни одной ошибки. А теперь пять мне дай с закрытыми глазами. Ну ладно. Так, ну что, держи мой тормоз. Я тебя очень, очень прошу на тормозе. Прокатнемся? Да погоди, а губы? Ой, ты емае. Ты как будто бы, я не знаю, завязываешь вокруг арбуза этот. Поехали, давай, давай. Только не торопись, да. Чуть правее бери. Чуть правее, правее, правее. Правее, правее. Ты газ не отпускай, ты едь. Ты едь и вправо, 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 вправо. Тормози, влево. Тормози, тормози. Влево полностью выкручивай. Влево, влево, влево. Тормози, тормози. Стоп. Право? Нет. Все правильно. Я просто ходила в ресторан темнота. У меня уже был опыт... Едем, отлично, давай. Держись давай, левее, 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 левее. Влево, влево, влево. Не едем прямо, а поворачиваем на лево. Хорошо. У меня был опыт, когда я ходила в ресторан и в темноте кушала. Вот это было круто. Ровно. А, так, нет. Да, едем, да, левее, 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 лево. Да, молодец. Вправо, 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 выкручивай вправо. Едем левее, пожалуйста. Сережа, не надо на меня кричать. Хорошо, кричать не буду. А то мы сейчас здесь вообще останемся с тобой и будем стоять. Я это почувствовал. Давай будем двигаться. Прямо? Да, и двигаемся влево сейчас. Вот, мне вот нравится. Давай просто дай мне чуть-чуть поположай, я не могу это сходить. Ну ты чего, в общем, мы отлично с тобой проводим время. Просто великолепно. Тормози, стоп, 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 стоп. На парковку ставим, нажимаем вперед. Достаточно. Да, вперед еще. А, прям на парковку? Да, ты справилась с заданием. Браво. Наташа, ты, конечно, этого не видишь, но за время нашего путешествия я немного посидел. Посидел? Да, я стал седым старцем. Боже мой, Сережа, как ты посидел, какой кошмар. Пойдем в канцелярский магазин, куплю скотч и приклею его как следует. Пойдем, пойдем. Атлас заявит Атлас. Шутки в сторону. Сегодня вы агент и телохранитель, защищающая главаря китайской мафии. Машины то и дело летят снаряды. Ваша задача по очереди защитить автомобиль от повреждений. Перед вами зонт и таз с орудиями. Приступайте. Я думал, ты съешь ее. Не можешь, ты вот все переспортил. Слушай, ну это знакомые всем с детства воздушные шарики с водой. Замечательно. Для взрослых так-то шарики воздушные. Ты ни разу не попадешь. Я уже чувствую. Да ну ты вот. Какой кошмар. Мы нелюди. Я надеюсь, мне это не прилетит. Сереж, ты чувствуешь, что вот сейчас тебя просто-напросто привалит, вау, прикольно. У меня, кстати, в школе была двойка. Двойка по физкультуре, по метанию. Два. Ес. Было, было. Три раза было. Три раза, неплохо. А сейчас разворота. Шикардос. А я еще смотри, как умею. Давай, покажи, на что ты способна. Так, ну что, закончили сейчас шары? Да. Здорово. В результате сколько? Три или четыре раза? Четыре? Ну давай. Кто считал? Давай будет пять. Пять раз. Пять попаданий? Да? Нормально. Нормально. Это прям по мужски сейчас было. Пять попаданий. Пять попаданий. Меняемся. Спасибо тебе. Давай. Значит так. Джилибон. Молча. Как мышка. Обстреливаешь. И все. Ни слова. Начинаю прямо сейчас. Пригибайся. Пригибайся. Ты что, ошалел? Ты ошалел, я тебя спрашиваю. Она все выдержит. Я не пойму, мне машину защищать или себя? Да ты же ненормальный. Предупреждаю, сейчас будет бросок в правый перед. Да, когда бросок в право, защищайте лево. Так, ты Джили будешь защищать или нет куда-то сбежало? Я себя буду защищать. Я уже просто поняла, тут борьба такая. Друзья, друзья, вы готовы. На жизнь, на смерть. Молодец. Давай, я буду обороняться до конца. Давай, финальный, финальный. Я хочу в очки попасть, если честно. Но все равно у тебя как защита. Потом включишь дворники, и все нормально. Чекай. Ну что, с последним испытанием ты нормально справилась? Серег, я думаю, что в этой схватке победила дружба. Слушай, ты мне вот это в очки не шибанул. И вот прям за это тебе, как говорится, пол. Слушай, ну я старался. Старался, при этом должен сказать, что автомобиль выдержал, а ты не выдержал. Джили Атлас. Ну что же, давайте проведем обзор этой географической тачки. Субъективный обзор от Сереги. Не буду скрывать, с первого взгляда мне показалось, что это брутальный мужской автомобиль. Не нравится. Вот не нравится и все. Хоть ты тресни, хоть ты меня убей. Не угодил мне это, Джили. Даже белый цвет, даже если бы он был розовый. Мне нравится цвет, да. Мне кажется, это тачка для настоящих мужиков, таких альфа-самцов. Ну ладно, ну таких просто самцов. Такое ощущение, как будто бы она здесь главная, а я так дополнение. Но меня такое не устраивает. Я не готова играть по таким правилам, потому что у нас должна быть дружба с машиной. Давайте посмотрим на нее со стороны. Выглядит довольно неплохо. Мне все нравится. Я не вижу каких-то зазоров, вроде ровной линии. Мне ни значок, ни габариты, ни размеры. Вот она какая-то огромная, неповоротливая для меня, не живая машина. Предлагаю убежать от дождя в салон. О, ну сразу что бросается в глаза? В глаза бросается то, что здесь есть навороченные китайские ручки. Не знаю, насколько они функциональны. За ручки держимся, если видим какую-то опасность на дороге. Но имейте в виду, вот такие ручки, это не знаю, что увидели, схватились, забыли про руль, про педали. Нет, мы ведем одной рукой, кто умеет, а кто не умеет, ну что поделать, учитесь. Такая ручка страха, которая трансформировалась, которой нет сверху, но зато она здесь есть сбоку. Интересное решение, не буду спорить. По поводу всего остального, ну честно говоря, создается впечатление, что вот, например, все это такое довольно клипенько. По поводу обшивки, выглядит это все неплохо, потому что в китайских автомобилях зачастую все такое нагороженное, намощенное, его очень много, перебор. Здесь все смотрится довольно лаконично, скромно и по существу. Есть некий намек на премиальный стиль. Пахнет экономией, чувствую вот, что поскупились на качественный руль, на поверхностях, вот немножечко так дешево как-то мне кажется. По поводу руля, модный срез, ну китайцы уже начали делать что-то, что-то интересное, выглядит он приятно. На ощупь тоже не могу сказать, что у меня есть какие-то негативные ощущения, довольно удобно. Вот это мне никогда не нравилось, шторка открывается, закрывается, как по мне удобнее. Клац, открылась, взял, положил, клац, закрыл. Мягкие, удобные сидения, обивка так себе, но она присутствует, это уже неплохо. Смутили сидения. Мне некомфортно, мне как-то вот все время что-то хочется поправить, то я вперед себя пододвинула, то я себя вверх прибоняла. По поводу того, как у нас здесь сидят пассажиры. Откидывается, не откидывается, интересно. Не существующий подлокотник я не смог откинуть, поэтому делаем вывод, что здесь его нет. Ну, в принципе, логично. Места хватает, высота устраивает. Обратите внимание на лампочки, которые здесь встроены. Похоже на какие-то элементы космического корабля. Ну, не знаю, меня прикалывает. Обшивочку бы, конечно, поменять. Неудобно сидеть посередке. Вот едете вы большой компанией в дальнепутную, как понимать, вот здесь хорошо, здесь хорошо, а средний должен ужиматься, должен вот так грустить ехать. Багажник вместительный, мне нравится, что нет никаких веревочек, все вытаскивается, трансформируется. Стильная хромированная ручка. О, прям как на даче, помните, чердак такой был? Бабуль, ты? А, нет, не она. Для меня здесь как-то сложновато поднимать, я должна немножечко тоже поднапрячься. Вот, увидела напряглась, села напряглась, вышла напряглась, одно какое-то сплошное напряжение. Все прикреплено, болтаться ничего не будет. Багажник хороший, отмечу то, что такой вот он мягенький, как-то по душе пришелся. Здесь также еще присутствует дополнительный разъем для 12-вольтных приспособлений, это довольно удобно. Специальные даже ячейки, это тоже добавляет комфорта и эргономичности. Хороший дворник. Geely Atlas это, наверное, больше мужской автомобиль, потому что мне в нем было очень комфортно. Мне нравится сидение водителя, потому что я чувствую себя уверенно, как в каком-то космическом корабле. При этом довольно приятный вид. Плавненько едем, хорошо чувствую дорогу, вот здесь мне понравилось. Удобство управления и комфорт в салоне. Неплохо, мне понравилось, это, конечно же, не топ, но при этом все прилично. 7 баллов. Салон, лично для меня, играет очень важную роль, потому что максимально нужно сосредотачиваться на дороге и не обращать внимания на детали. А ты как бы не можешь этого не сделать, потому что тебя все смущает. Ну а что это за смущенный водитель? Последнее время китайцы радуют фаршем, который находится в автомобилях, поэтому соотношение цена-качество от твердая восьмерка. Цена-качество, ну, я думаю, можно было и дешевле эту машину сделать, потому что вот салон конкретно меня выбил. Подвеска жестковат. На большой скорости это не чувствуется, но если вы едете, например, по какой-то деревенской местности или по внедорожью, она дает о себе знать. Поэтому подвесочке мы поставим 6 баллов. Подвеска хорошая, вот за это, ну, 9. Когда я ехал по трассе, я прям со всей силы вжимал газ, но автомобиль постепенно, плавно разгонялся. Ну, такое, я люблю порезвее. Поэтому двигателю мы поставим, ну, семерочку. По мощности восьмерка, потому что капот не открыть с первого раза, потому что в салоне сэкономили. Ну, вот извините, оно настроение не заладилось, и пошла верениться восьмерок, семерок, пятерок. Вот такая жизнь. Прости, друг, я тебе желаю удачи, и пусть над тобой еще немножко поработают, и, может быть, когда-нибудь я покатаюсь на тебе. Пока. Друзья, предлагаю достать синий квадратик и поместить его в нашу избирательный урну. Можно начинать. Вам оценка точно прям десятка, ну, а к оценке джилиату здесь она таковой не будет. У нас почти общие оценки с Максимом. Лишь в одном мы разошлись. Ну, об этом чуть попозже. А сейчас комфортность салона. Лично мое мнение, что салон у них удачный. Мне очень нравится то, что он современный. Там ничего нет такого старого. Там такие металлические вставки. Очень много тактильных всяких приятностей по салону. То есть кожаные отбивки везде. Особенно мы тестировали автомобиль-то как раз... Максимальный комплект. Да, максимальный комплектация, люксовый. Он намного отличается от автомобиля, который проводили тест-драйвы. И нам в целом очень понравилось. И мы поставили прям такую заслуженную девятку. Следующим этапом мощность двигателя. Тут наши мнения на самом деле разошлись. Вот. Я защищал этот двигатель. Вот. Максим, почему тебе не понравилось этот двигатель? Ну, Сергей свою точку зрения сейчас выскажет. Я более с точки зрения динамичный. Потому что я молодой. Все еще. А Сергей еще лично. Да, вы тоже песок заметили на полу, да? Сергей любит более надежный двигатель, а я более динамичный. Я не так долго владею автомобилем, периодически стараюсь менять. Поэтому для меня главная динамика и как вот я чувствую себя за рулем. На мой взгляд, это автомобиль точно не для таких людей, потому что это старый японский двигатель, который потребляет достаточно много топлива. Об этом мы чуть позднее скажем. Ты прав, что этот двигатель здесь старенький. Он хоть 2,4 атмосферный, надежный, но динамики нет, какой хотелось бы. Но, опять же, защищая этот двигатель, все это старое, проверенное временем, оно надежное. Перейдем к мягкости подвески. Как думаешь? На наш взгляд, подвеска для российских дорог и для белорусских дорог абсолютно сбалансирована. Поэтому проглатывает все ямы, неровности, лежащие полицейские. Абсолютно комфортно, нам понравилось. Мы поставили твердую восьмерку для этого автомобиля. Что сказать про удобство управления? Тут все вроде бы хорошо. Есть вспомогатель, такие как камера заднего вида, очень большие зеркала, очень хороший обзор. То есть автомобилю удобно, и поэтому и удобно им управлять. Ну и тут самое-самое, что мне лично не понравилось, я думаю, ты со мной, Максим, согласен. Я думаю, что соотношение цены и качества. Все-таки не готовы конечные покупатели, наши русские конечные покупатели, я думаю, и белорусские тоже. Платить за китайский бренд настолько дорого. Самое главное, что она неэкономичная. В смешанном цикле это порядка 12 литров, а в городе зимой смело 15 точно будет. То есть завышенная цена для китайского бренда, высокий расход топлива, и поэтому всего лишь 6 баллов. Три, не баллов, 7,4. 7,4. А ты сколько поставила? Хотя, отчего я удивляюсь, жестко-жестко, не жестко. У меня 6,6 вышло. Ну, я был еще жестче, ты знаешь, я пошел дальше. 7. Ты знаешь. И поставил 7 баллов. Соответственно, на текущий момент я вот как-то немножечко поближе нахожусь к экспертам. Но самое интересное только впереди, потому что мы сейчас узнаем оценки наших дорогих зрителей, которые тоже отдали свой голос за тебя или за меня. Как думаешь, за кого больше? 50 на 50. Да, абсолютно верно. А это значит, что при текущем раскладе... Ну, да, ты опять взяла твоя, опять мужчины на конях, а девушки так. Не переживай, в нашей тусовке с Джилле у тебя тоже будет занятие. Друзья, не жалейте своих лайков и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, потому что впереди у нас огромное количество нереальных обзоров и интересных испытаний. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...